Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Чайпашки Ниндзя Безумия Мутантов. Играем мы сегодня с оставим от подписчиков. Кроме того, согласно ваших отзывов и комментариев, я буду прокачивать героев. Что ж, начнем. И первый написал и оставил в свой состав подписчик с ником Mortal Kombat Mansur. Мой состав, самые сильные персонажи. Что ж, с удовольствием иду навстречу, друзья. Вот как раз они у меня активированы. Это Зорох, Леонардо, Микеланджело, Спинтер и Донателло. И мы идем в первый бой. Итак, друзья, сразу же начинается глобальный зомбез. Вот пинаем вражеских солдат. Причем у врагов, я вижу, присутствует гранитор. 4 лавовых голема плюс еще один из футов. Причем сила отряда вражеского достаточно значительна. У врагов 40 тысяч. У нас всего лишь 27. Тем не менее, герои неплохо наносят повреждения. Видите, врагов осталось всего трое. Добиваем фута, добиваем гранитора. Да, да, да. Удалось. И у врагов остался последний лавовый голем. Вот сейчас мы его допинаем. Итак, да, да, да. Зорох своими когтями, вот, мечами, вот, выбивает противника. И мы получаем идеальную победу. Просто супер. Итак, друзья, следующий. Написал подписчик с ником роботниндзя12. Прокачай самого слабого гранитора, крэнга, мой состав. Микки, Донни, Бибоп, Кожеголов и Эпил. Итак, друзья, давайте-ка я пока прокачаю самого слабого гранитора, крэнга, а потом посмотрим. Итак, что у нас с прокачкой героев? Самым слабым сейчас у меня является это Лотос. Вот такая вот девушка. Не знаю точно, с какой это серии черепашек-нидзя. То ли, ну, в новых точных, в черепашках-нидзя легенды этого героя не было. Вот это, скорее всего, какие-то старые версии. Вот, но точно этого героя я не понял. Так, она сейчас 115-го уровня. Давайте-ка, друзья, я ее докачаю до 120-го. Вот, теоретически, было бы здорово прокачать до 125-го, чтобы у него появился новый скилл. Но для этого, ну, очень много придется потратить ресурсов. Лучше давайте-ка, друзья, я прокачаю месть. Так, с 315-го урона мне удалось прокачать до 411-й урон. Ну, как-то так. Вот, будет наносить уже 411-й урона вот этот меч Лотос. Итак, следующий персонаж, за которого попросил робот-нидзи-12, это Гранитор и Крэнк. Что у нас с Гранитором? Давайте-ка, друзья, я посмотрю. Вот он, Гранитор 110-го уровня. Да, было бы здорово его тоже прокачать до 120-го, но я не знаю, хватит ли у меня ресурсов. Ну, вот, удалось это сделать. Отлично. Героя прокачали. И осталось там только докачать вот Крэнга. Что у нас делается с Крэнгом? Крэнг сейчас у нас 126-го уровня. Ну, в принципе, друзья, Крэнг прокачан неплохо. Как бы и появился новый скилл. Давайте-ка я его немножко усилию, прокачаю. И я что думаю, наверное, друзья, давайте-ка все-таки я докачаю вот Гранитора до 125-го уровня, чтобы у него появился новый скилл. Итак, 125-й уровень Гранитора. Вот, дает нам преданность Крэнгу. Дает плюс 30 броней и счету всем остальным союзникам, воля которых плюс 20 и выше. Если персонаж не оглушен и не обездвижен. Ну вот, здорово. Итак, друзья, вот осталось только еще усилить оружие Крэнга. Итак, давайте-ка, друзья, Гранитора, прошу прощения. Итак, ракетницу Гранитора с 201 единицы урона я прокачаю до 219. Ну, как-то так. Ну что ж, друзья, что сумел, что сделал. Вот, в принципе, героя прокачали неплохо. Конечно же, было бы здорово еще и прокачать лотос, но, скорее всего, у меня не хватит ресурсов. Ничего страшного. Итак, давайте-ка подойдем в следующую битву. И посмотрим, какой же состав написал подписчик Робот Ниндзя 12. Итак, Микки, Донни, Бибоб, Кожеголов, Эйприл. Итак, друзья, трудно сказать. Скорее всего, отряд не сумеет прорваться по основному сценарию. Поэтому давайте-ка я пойду на зачистку шестого канала. Причем, друзья, я сейчас нахожусь на 160 этаже. Достаточно высокий рейтинг. И я надеюсь, что сейчас вот наши герои себя неплохо покажут. Итак, Микки присутствовала. Эйприл присутствовала. Кто там еще написал подписчик с ником Робот Ниндзя 12? Это Донни, Бибоб и Кожеголов. Донни, Донни есть. Бибоб и Кожеголов. Кожеголов. Итак, Серла Отряда 24 660 единиц. Итак, трудно сказать. Победили бы. Мы по основному сценарию проиграли. Но, скорее всего, проиграли. У врагов Сил Отряда 23 000. И поэтому у врагов нет шансов. Сейчас мы попробуем быстренько их запинать. И посмотрим, насколько это будет здорово. Да, вот Кожеголов метает какую-то взрывчатку. Микки наносит серию оглушающих ударов. Бибоб тоже бросает взрывчатку. Эйприл усилит. Донни бьет Бо. Микки оглушает. И Кожеголов опять же наносит мощные удары. Итак, враг оказался даже сильнее, чем я рассчитывал. Смотрите, что они творят. Вот оглушает наших героев. Вот герои пока неплохо враги держатся. Тем не менее, нам удается их выбивать без каких-то особых проблем. Вот хотя половину здоровья Кожеголова враги сняли. Итак, хорошая награда. Это фиолетовые, синие и зеленые кубы, которые очень важны для прокачки героев. Кстати, да, друзья, сегодня у нас появится персонаж на 4 звездочки. Вот я забыл за это сказать в начале видео. Вот, ну, надеюсь, это будет крутой персонаж. Итак, да, друзья, берем следующую команду. Вот, Виктория Мерзина попросила прокачать Эйприл, Рокстаги, Трага. Вот, ну, как бы я потратил ресурсы для прокачки героев. Но что смогу, то прокачаю. Вот, очень много я потратил на другие герои. Наверное, надо было все-таки сохранить вот ингредиенты. Ну, что смогу, то прокачаю. Итак, первая подписчица Виктория Мерзина попросила, чтобы я прокачал Эйприл. Что у нас с Эйприл делается? Эйприл у нас на 120 уровне. Чуть-чуть, друзья, не хватает для того, чтобы прокачать ее до 125. Ну, смотрите, как обидно. До 122 я ее прокачал, выше не получается. Но зато есть возможность прокачать ее переносную камеру. Вот, отлично. Теперь Эйприл сможет уносить дополнительный фрон, что, конечно же, здорово радует. Ну, что ж, друзья, сейчас давайте-ка попробуем взять состав от подписчицы Виктории Мерзина. Итак, состав Эйприл, Рокстаги, Микки, Слэш, Зорок. Вот, в принципе, команда неплохая. Но, а по основному сценарий, скорее всего, мы не пройдем. Хотя, давайте-ка, друзья, рискнем. Давайте-ка рискнем. Кстати, не забываем собирать награды. Вот, зеленые. Вот, клубы. Причем целая куча, что, конечно же, очень важно для прокачки героев. Вот, супер. Ну, вот. Итак, друзья, давайте-ка рискнем. Попробуем пройти по основному сценарию. В принципе, не факт, что мы победим. Но все возможное я сделаю. Так, Зорок у нас присутствует. Вот, кого еще попросила подписчица. Итак, Эйприл, Рокстаги, Микки, Слэш. Эйприл, Рокстаги. Не вижу. Не вижу, Рокстаги. Бибоб и Слэш. По-моему, как-то так. Итак, 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 25 тысяч. Вот, правильно ли я собрал команду? Итак, Эйприл, Рокстаги, Микки. А, прошу прощения. Не Бибоб, а Микки и Слэш. Микеланджело. Не Бибоб, а Микеланджело и Слэш. Вот. Теперь, по-моему, все верно. Так, перепроверю еще раз. Итак, Эйприл, Рокстаги, Микки, Слэш, Зорок. Да. Итак, 26 тысяч сила нашей отряда. У врагов 40 тысяч. То есть, здесь Крэнк, вот Фуд, Карай, Лавовый Солдат и еще какой-то монстр. Так, я не уверен в победе, но давайте-ка попробуем дать нашим героям шанс. Итак, враг осень Чинсилен. Вот мы пока накапливаем энергию. Итак, Зорок бодает. Сразу же наносит серию мощных ударов. Есть. Микки бьет нынчаками и сразу же оглушает вторых противников. И да, нам удалось уничтожить Фульта, но и врагам удалось уничтожить Микеланджело. Вот пока идет, как бы, борьба посередине. Вот, ровно. Итак, продолжаем пинать врагов. Врагов враги пинают наш. И Эйприл здоровье откатилось в самый конец. Боюсь, что сейчас потеряем героев, но нам удалось запинать и еще несколько врагов. Да, у нас осталось три персонажа, у врагов одна Карай. Итак, пытаемся справиться. Итак, Карай выбивает еще одного из наших героев. Зорок и Рокстаги пытаются вот ее вот победить. Ага, друзья, мы потеряли Зорока. Итак, на грани. На грани, но все же у нас больше шанса. Вот у Рокстаги больше здоровья. И он добивает Карай. Ну, еще попытка. Вот, надеюсь, что справится. И так, вот стреляет, стреляет. Не может никак победить. Вот, бодает. Да, ну, наконец-то, наконец-то. Итак, друзья, буквально на грани, но все-таки удалось нам прорваться по основному сценарию и победить противника. Что ж, это было круто. Это было круто. Это было здорово. Хорошая победа. Хороший бой. Вот, смотрю, друзья, что дальше. Итак, Кеша Иннокентий. Составь все космические черепашки. Друзья, здесь не присутствуют космочерепашки. Здесь только аж обычные черепашки. Вот, я так понял, возможно, это состав в игре черепашки Ниндзя Легенды. К сожалению, дружище. Вот, поэтому вынужден взять следующий состав. Итак, Юлиана Косинова. Составь. Бибоб, Шреддер, Мультик, Лео Мультик, Астрозуб, Эпил, Анил. Опять же, состав, вот, скорее всего, на черепашки Ниндзя Легенды, так как здесь присутствует Астрозуб. А в этой игре нету Астрозуба, только в Черепашки Ниндзя Легенды. Вот, присутствие. Да, друзья, я что думаю? Давайте-ка я возьму этот состав от подписчицы, но возьму его вот на противозачистку шестого канала. Кстати, вот, я думаю, не перейти ли нам сразу же к тому, чтобы усилить героев и открыть новый персонажа на 4 звездочки. Ну, давайте-ка, друзья, сейчас я попробую взять вот этот состав от подписчицы, вот, и посмотреть, что из этого получится, кстати, где там Кожигалу. Итак, 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 Юлия Косинова. Составь. Бибоб, Шреддер и Лео. Попробуем так собрать. Итак, Бибоб, Лео, Шреддер где-то здесь должен быть. Да, вот, супер. И еще нам надо, вот, активировать это Астрозуба и Эйприл Анил. Так как Астрозуба нет, я возьму Рокзара, а вот и Эйприл Анил. Ну, вот, 24 661 единица силан нашего отряда. У врагов 23 тысячи. Вот, разница небольшая. Итак, есть, удалось накопить энергии, и Бибоб, Шреддер наносит удары. Эйприл оглушает врагов, усиливает нашу команду. Лео наносит пищи удары. Вот, опять же, вот, продолжаем постепенно выбивать врага по одному. Ну, и вот, у врагов остался только последний герой. Причем Раф. Пуп, пятером против одного. Ого, ничего себе, Рафу удалось выбить Эйприл Анил. Мы потеряли одного из героев. Тем не менее, четвером, вот, нашим героям удалось закинать Рафа. Тоже, это было здорово. Это было круто. Хорошая победа, хороший бой. Но, друзья, прежде чем взять следующую команду от наших подписчиков, кстати, о следующем написал Назар Маркевич. Кожиголов, Мадагека, слэш, Зурак, Рокзар. Я думаю, друзья, давайте-ка я прокачаю наших героев. Вот, попробуем открыть персонажа на 4 звездочки. Мне кажется, это будет круто и здорово. Итак, переходим к усилениям героев. Да, друзья, сейчас мне удалось накопить 7 тысяч зеленых кубков, тысячу синих. И сегодня мы накопим тысячу фиолетовых кубков и откроем нового персонажа на 4 звезды. Сейчас он у меня один, всего лишь 40. Тем не менее, начинаем с зеленых кубов. И первые тысячи кубов улучшает Рокстаги на 8 единиц. Отлично, плюс бонусные синие кубы. Следующие тысячи кубов улучшает сплиттера на 4 единицы. Отлично, плюс бонусные кубы. И еще усиление. Итак, эй, супер, Ирма. Нет информации, походу она прокачана по максимуму. Но бонусные кубы нам дали. Так, еще одна тысяча кубов улучшает Донни. Вот, опять же, непонятно на какое количество, потому что сумма не прошла. Тем не менее, вот, даже если он прокачан по максимуму, это неплохо. Так, следующий персонаж. Эй, пер, Анил улучшает на 3 единицы. Просто здорово. Отлично. Итак, есть возможность еще усилить кого-то из персонажей. И да, супер, Ирма, улучшает 3 единицы плюс 3 синие кубы. И последняя тысяча кубов улучшает Донни на 10 единиц. Просто супер. Ну что ж, друзья, круто. А сейчас вот тысяча синих кубов, которая улучшает рапа. Или нет? Я не понял, что произошло. Тем не менее, вот, если, по-моему, улучшение рапа не произошло. Зато нам дали 25 фиолетовых кубов. И мы накопили 1021 фиолетовый куб. И сейчас у нас есть шанс открыть либо нового героя, либо улучшить персонажа до 4 звезд. Ну что ж, друзья, вперед, не будем ждать. И да, друзья, вот неожиданно Лотос поднимается на 4 уровень. Тот герой, который у меня был самослабо прокатен, сегодня поднимается до 4 звезды. Так, друзья, очень неожиданно. Очень неожиданно. Ну что ж, круто. Круто, здорово. И так, представляю вам нового бойца, который перемещается на второе место по силе. Это Лотос. Вот, нужно будет, конечно же, в следующем видео и прокачать этого героя до 125 уровня, чтобы появился новый скилл. Ну что ж, друзья, вот такой вот неожиданный момент. Вот даже в шоке, что вот такое вот случилось. Тем не менее, вот давайте-ка возьмем следующую команду от подписчиков на сегодня. И так, это, по-моему, друзья, у нас Назар Маркевич. То есть, да, вот кожеголовый, мандагека, слэш, зорок, ракзар. Друзья, слабовато как-то вижу. Вот, мандагека, слэш, кроме зорока и пироги... Ну и, друзья, наверное, все-таки давайте-ка я возьму этот состав. Вот, на зачистку шестого канала. Вот, а следующий состав, вижу там черепашки нитки, мы уже возьмем для того, чтобы пройти по основному сценарию. И так, и так, и так, еще раз состав. Кожеголовый, мандагека, слэш. Вот, выстаживаю герою. Отлично. И так, кожеголовый, кожеголовый. Вижу кожеголовый. Вот, кожеголовый, мандагека, слэш. Отлично. И еще мне нужен, кто там, зорок и ракзар. Ну, зорок, конечно же, самый лучший прокатен. Ну, а ракзар слабоват. Так, 25 тысяч сила нашего отряда. У врагов 23 тысячи. Ну, по сути, опять же, друзья, наш отряд сильнее. И то, что у нашего отряда есть особые атаки, скиллы, это, конечно-то, не дает врагам ни единого шанса. То есть, намного более сильных врагов мы рвали. Этого врага слабее мы порвем без проблем. Хотя, опять же, смотрите, как неплохо. Вот, вражеский. Зак обстреливает наш отряд. Удалось снять практически половину здоровья у большинства героев. Вот, удается немножко, как бы, восстанавливаться. Опять же, обнулять здоровье врагов. Ох, как, кстати, здорово слэш нанес удар, вращаясь своими когтями. И да, друзья, у нас потери. Мы потеряли ракзара. Ну, и врагов нету шанса. Добиваем крысиного короля. Вот, и празднуем победу. Вот, нужно добить оставшийся крыс. Ну, что ж, неплохо сработала команда. Опять же, неплохие награды. Фиолетные, синие и зеленые кубы. И я думаю, друзья, давайте-ка сейчас мы с вами возьмем финальный состав. Вот это у нас подписчик с ником Супер Влад Про. Попросил соваться. Команда Черепашки Ниндзя и Сплинтер. Ну, что ж, друзья, я думаю, этот состав должен себя неплохо показать. Вот, в битве. Ну, и сейчас мы посмотрим, удастся ли нам победить всех врагов. Итак, Черепашки Ниндзя. Черепашки Ниндзя, хотел сказать, легенду. Просто Черепашки Ниндзя и Сплинтер. И мне кажется, друзья, это достаточно должен быть интересным, классным и сильным отрядом. Ну, сейчас посмотрим. Так, Лео Микки, Сплинтер, Донни и Раф. Сила отряда 25 775 единиц. Честно говоря, не уверен в победе. Ну, давайте-ка рискнем. Вот, здорово. Конечно же, что здесь присутствие Микки. Он будет оглушать врагов. Но не факт, что удастся выкинуть победу. Так, есть. Итак, Донни накопил энергии. Бьет Бо. Микки оглушает. Лео рубит катаны. Кстати, одного из гранитных солдат удалось запинать. Это уже радует. Вот, правда, у Микки здоровье просело до половины. И уже меньше Донни проседает. Сплинтер пытается усилить наших героев. У врагов три персонажа. У нас пока пятеро. Но здоровье Микки и Донни практически вот в самом конце. Несколько ударов в герой сложится. Да, да, да. Итак, друзья. Вот мы добиваем Шредера. К сожалению, теряем Микки и Карай втроем наши черепашки. Учитель побеждает. И это приносит нам победу. Ну вот, просто-просто супер. Так, идеальная победа. Идеальный бой. Неожиданно, друзья. Вот так круто сработали наши черепашки. Нам удалось победить всех врагов. Ну и сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях. Кого из героев усиливать, прокачивать в следующем видео. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.